Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре смартфон Ulefone B Pro 2. Вторая ревизия Ulefone B Pro. Первая часть была у меня уже на обзоре. Кому интересно, можете найти на канале. Пришел в такой коробочке. В принципе, на мой взгляд, коробочка нисколько не изменилась. Система Android 5.1. Процессор 64-битный MTK6735, 1 ГГц, 4 ядра Cortex-A53. За графику отвечает Mali-T720, памяти 2 ГБ оперативной, 16 встроенной, поддержка двух сим-карт SIM и микросим. Частоты 3G-850-900-1900-20000, 2G-850-900-1800-1900 и 4G-800-1800-20000-2600. Экран 5,5 дюймов, IPS, OGS, разрешение HD, 1280х720, мультитач под касаний, фронтальная камера на 5, основная на 8, аккумулятор 2600, габариты 157-77,8-8, вес с аккумулятором около 160 грамм, Bluetooth 4, GPS и GPS GLONASS и поддержка OTG. Ну вот здесь можно примерно то же самое и прочитать, только в более укороченном варианте. Давайте рассмотрим, что было в комплекте. Так, вот такой чехольчик. Обычно он в комплект не входит. У меня первая версия была просто с двумя задними крышками. Пленочка на экран, дополнительно одна была уже поклеена. Инструкция по эксплуатации на английском языке. Зарядка. Зарядка у нас на 5 вольт, 1 ампер, то есть ничего особенного. Кабель USB, micro-USB, обычный хороший кабель. Вот, собственно, и все. Сейчас мы посмотрим. Все убираем. Посмотрим, как он лежит в обложке. Я не знаю, всем ли идет в комплекте обложка. Вот у меня шла. Видите, она активная, то есть работает. Выглядит таким образом. Сзади получается такой пластиковый бампер. Вот эта вот часть довольно симпатичная. На свету она выглядит прям как джинс. Интересно. Кто пользуется, я, например, такие книжечки не очень. Я предпочитаю использовать вот такие чехлы. Хоть это довольно старомодно, но мне нравится. По крайней мере, когда падает такой чехол, ничего с ним не происходит. А вот здесь, если упадет, там тут же открывается книжка. Не знаю, я не использую такой. Единственный минус в этой книжке, друзья, что качельки громкости надо их как-то вот так вот, наверное, да, чтобы отвечать. Чтобы можно было до них добраться. Вот, в принципе, интересный чехольчик. Если он идет в комплекте всем, это шикарно. Если это просто положил мою партию производитель либо магазин, ну, значит, тоже хороший чехол. Так, рассмотрим сам аппарат. В руке лежит нормально. Точно так же, как и первая версия. Хорошо, удобно. Пальцы сразу под кнопками. Это все не металл, друзья. Это все пластик, как и в первой версии. Не знаю, кто-то принимает это за металл. Ну, как, по-моему, очень сильно похоже на пластик. Я даже в первой версии, у меня сомнений не было, что это пластик. Скрипов люфтов, друзья. Не скрипит, не люфтит. Крышка одна. В первой версии у меня было две. На передней части у нас фронтальная камера, разговорный динамик, датчики. Вот они находятся. Три сенсорные клавиши без подсветки. На задней части у нас светодиодная вспышка, камера, логотип еле-еле видный и прорезь динамика. На правой части кнопка включения, прям под пальцем. На левой две кнопки-качельки громкости. Сверху микро-USB разъем под гарнитуру. С нижней микрофончик. Все, да? Ну и давайте посмотрим, что у нас под крышечкой. Открывается не всегда легко. Но это и хорошо. Чем больше защелок, тем лучше. Вот так вот, открыл. Так, внутри слот под карту памяти и два слота под симки. Ну вот, динамик сам. Защёлочек много. Защёлкнули всё. Батарейка заявлена 2600 мАч. Ну, это мы сейчас всё протестируем. Давайте, кстати, с батарейкой сразу разберёмся. Так. Рассмотрим значение на USB тестере. Значение примерно 2388 мАч. Если учитывать погрешность, то ёмкость примерно соответствует своей. Если мы рассмотрим Antutu тестер, то у меня батарея набрала всего 4705 баллов. В заключение батареи можно также добавить... Где она у меня здесь? Так. Так, так. Вот. К сожалению, батарею в процентах. Данная версия прошивки, которая у меня установлена сейчас, не показывает. Только вот энергосбережение. Давайте проверим наличие индикатора событий. Он здесь есть. Убедимся, что он здесь есть. Вот он горит красным светом. Штекер здесь немножечко утоплен. Поэтому не все кабели подходят. Вот, например, вот этот мой кабель. Он некомплектный. И он немножечко отходит. Если вот такая вот... Чуть-чуть отходит, видите, уже ничего нету. Вот так вот делаю. Вот он заработал. То есть лучше использовать комплектный кабель или искать штекер побольше. Дисплей, друзья. Дисплей мы проверяем вместе с ATG всегда. Все он определил. Есть поддержка от ATG. Это шикарно. Сейчас появятся новые альбомы. И мы проверим экранчик. Давайте примерно на этой фотографии. Так. Видим, что изменения в синюю и зеленые оттенки не происходят. Даже не происходит изменения особой яркости. Давайте еще одну фотографию. На белом всегда видно переход в синюю или желтую. Как видим, с экраном здесь все отлично. Экран 5,5 дюймов IPS OGS HD разрешения. Так. Поддерживает мультитач, по-моему, до 5 касаний. Да. Ровно 5 касаний. Связь. Данный аппарат поддерживает 2G, 3G и 4G частоты. Давайте рассмотрим их. Так. Первая симка 2G, 3G, 4G частоты. Band 1, Band 3, Band 7. Band 7 самый используемый в России. И Band 20. На второй симке только 2G. Еще из связи. Довольно хороший Wi-Fi. Это Wi-Fi через две стены. Через три стены. К Wi-Fi у претензий никаких нет, как и нет GPS. GPS компас работает, видно сразу. Однако, GLONASS, хотя он и заявлен, видите, не поддерживается. Только GPS. Ну и, соответственно, а GPS также присутствует. OTG, сами видели, отлично работает. Вопросов никаких нет. Есть поддержка HotKnot. Это аналог NFC, когда два аппарата друг к другу прислоняются. И они соединяются по Wi-Fi и передают очень быстро файлы. Что можно еще? Давайте всякие жесты посмотрим. Есть два лаунчера. Один из них нормальный лаунчер, которым я сейчас пользуюсь. Второй лаунчер не используется совсем. Он какой-то своеобразный. Так, для экрана есть возможность адаптивной регулировки и калибровки некоторых датчиков. Также есть вот датчик закрывающейся крышки, который мы смотрели. Miravision поддержка. Для улучшения звука есть всякие Bass Audio & Hacer второй версии. О звуке я поговорю потом. Есть настройка LED индикатора. Есть жесты проведения над экраном. Так, батарейку мы рассматривали. Есть Off-Screen Sturse, то есть двойной тап и всякие свайпы. Двойной тап сейчас я вам продемонстрирую. Работает отлично. Так, что у нас еще есть? Ну вот можно посмотреть прошивку, на которой я тестировал аппарат. Android, как я уже говорил, здесь 5.1. За время использования аппарата пришла только одна прошивка. Ну, в принципе, проблем никаких с аппаратом я не видел. Дозвониться до него отлично. Связь хорошая, как с моей стороны, так и со стороны оппонента. Звук, друзья. Давайте послушаем звук. Опять воспользуемся OTG флешкой. И прослушаем, как звучит, собственно, этот смартфон. Зайдем через диспетчер файлов. Появился внешний USB накопитель. И давайте сейчас найдем Kaya Project. Звучит довольно громко. Когда вложим на поверхность, немножечко приглушается. Но за счет вот своей формы, вот такой выгнутой, сильное приглушение отсутствует. То есть, приглушается, ну, в меру так приглушается. По поводу звука в наушниках. Много об этом говорили. Вы просили меня хорошо тестировать звук в смартфонах. Здесь установлен Best Audio Enhacer второй версии. Я использовал вот такие вот наушники для теста. Более профессиональные наушники для теста этого смартфона не нужны. Это у нас в Sonic WSD-1S новой реакции с кастомными амбушюрами. Что я могу сказать относительно звука? Звук, ну, очень среднего уровня. Есть, конечно, при помощи хорошего плеера. Я вот использовал HF-плеер. При помощи этого плеера более-менее качество звучания есть. Но присутствует некоторое мыло в звучании. То есть, звучание не идеальное, не кристальное. Большинству людей она подойдет, но если вы большой любитель звука, то аудиоплеер, конечно, смартфон вам не заменит. Железо. В аппарате установлен процессор MTK6735. Это четырехъядерный Cortex-A53 по 1 ГГц. 64-битный процессор. За графику отвечает Mali-T720. 2 ГБ оперативный, 16-битный. Какие отличия от предыдущей версии? В предыдущей версии был процессор, насколько я помню, 6732. Там было 1,3 или 1,7 ГГц на ядро. В общем, по сравнению с предыдущей версией, смартфон стал более медленный. У него поставили более слабую видеографику. То есть, по поводу игр, смартфон немножечко ухудшили. По сравнению с прошлой версией. Однако, по поводу энергосбережения, здесь стало гораздо лучше. То есть, работает аппарат немного дольше. На обычную работу его хватает около трех дней. Видите, немножечко порой притормаживает. Если играть... Ну, играть в него можно, кстати. Если вы посмотрите, у меня установлен Modern Combat 5. Попробовал на нем поиграть. Все, в принципе, шикарно. Игра немножечко ухудшает графику. И, в принципе, отлично идет. То есть, если вы такой игроман, то поиграть на этом смартфоне вам удастся. Самые тяжелые игры, конечно, придется играть на низком разрешении графики. Но, вот некоторые игры подстраивают свое разрешение сами. То есть, никаких проблем с Modern Combat 5 я не испытывал. Поиграл в течение часа. Все шикарно. Нагрева практически нет. То есть, как игровой его позиционировать нельзя. Но, поиграть на нем, конечно же, можно. Любые игры отлично идут. Давайте посмотрим различные тестики, которые я получил. Так. Ну, вот, скриншот Modern Combat 5. Так. Epic Citadel 23 кадра на Ultra High Quality. На HD разрешение. В принципе, неплохое значение. Nano Mark II 50 кадров. Bonsai 2049 или 29 кадров. Antutu 3D рейтинг на OpenGL 3 1656. Так, это тестирование батарейки. Antutu 6.01 набрал у нас 24 029 кадров. В самом низу, как всегда. Квадрант 10613. Geekbench 3. 477 328. Ну, это вроде бы и все. А, KPU-Z давайте рассмотрим с вами. Здесь видим, что у нас каждое ядро процессора работает от 221 МГц до 988. Ядер 4. Видим, что у нас установлено 5 сенсоров. Ну, обычно ставится 4. Плюс еще магнитометр. Который позволяет работать компасу и крышке. Вот такие вот у нас значения по поводу железа. Камеры, друзья. Записывает. Записывает Full HD видео. В принципе, отлично. Перефокусировка в основном ручная. То есть, тапом по экрану. К видео никаких претензий нет. Единственное, почему-то вот в данном видео, если вы послушаете, звук некоторо приглушен. И на самом деле, вот если я пробовал в комнате записать, этого приглушения не было. Фронтальная камера. Фронтальная камера у нас на 5 Мп. Камера более-менее годная. Для скайпа и таких легких селфи подойдет. Вот я себя сфотографировал. Нормальная, в принципе, фотография. Рассмотрим основную камеру. Основная камера у нас на 8 Мп. Детализация хорошая. Но к углам начинает вот фокус падать. То есть, есть такой недочет. Голубые ели. Тоже смотрим. Видим, что фокус падает к углам. Детализация отличная. Просто шикарно. Можно во много раз увеличивать картинку. Но фокусировка идет основная по центру. Потом идет смазывание. Вот. Не все фотографии получаются хорошими. Иногда фокус гуляет. но в принципе, если сделать 2-3 снимка, можно увидеть нормальное качество фотографии. Здесь можно даже окурки рассмотреть. Вот. На свету яркий солнечный свет падает. Но в принципе, относительно камеры, что я могу сказать? Камера нормальная. С фокусировкой не знаю, поправят ли или нет. Но фронтальная камера меня вполне устроила. Основная камера для своих 8 мегапикселей отрабатывает достаточно хорошо. Не скажу, что отличная из-за фокуса. Но вот мелкие детали видно замечательно. Можно масштабировать много раз. С камерой все хорошо. Выводы, друзья. Что можно сказать относительно выводов по этому смартфону? Смартфон, конечно, упростили по сравнению с прошлой версией. То есть, все, в принципе, осталось на своих местах. Даже оперативной памяти и внутренней осталось столько же. Ухудшили только процессор и ухудшили графику. Раньше была графика Mali-T760, сейчас стало Mali-T720. Процессор раньше был 1,3 по-моему, 1,7 не помню точно. Сейчас вообще 1 ГГц. То есть, все стало попроще. Игры он, конечно, тянет. Все это хорошо. Android самый последний 5.1 будет ли обновление на шестерку пока неизвестно. Ну, смартфон очень удобный. Я первой версией пользовался долго, она мне очень сильно нравилась. Эта версия мне также нравится, но есть претензии относительно ухудшенного графики и процессора. На мой взгляд, сделали не это зря. Если поставили вы сюда процессор наоборот помощнее, например, там Helio X10, это был бы просто бомба. Ну, на текущий момент можно сказать о нем, что просто это хороший смартфон. Были некоторые вопросы относительно исправили ли штекер для microUSB. Штекер не исправили, он точно такой же глубокий, как и был раньше, то есть, подойдет не любой кабель. Наушники любые, в принципе, входят, но также не совсем хорошо. Давайте, я воткну свои, покажу. То есть, они, видите, на наушнике удержать смартфон не могу. Вот, я воткнул, то есть, поднять, он вытыкается. То есть, штекеры такие немножечко утопленные. Не так сильно, как у там-топа утопленные, то есть, наушники, в принципе, работают, обычный штекер работает, но все равно как бы довольно хлипковато все это держится. Претензий других к аппарату нет. Как был пластик, так пластик и остался. Начинка вроде бы нормальная. Ну, друзья, вот такой вот аппарат. Сами делайте для себя выводы. На этом все. Подписывайтесь на канал, с вас лайки, с вас подписка на группу ВКонтакте. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok